Как бы ни была Распрямить плеча И вернуть свои на земле права Слышишь, гул над землей Там, где близко рассвет Там, где наши с тобой В воле радостный свет Видишь, солнце встает Торжествуют края Это счастье твое Родина, песняра Добрый день, как вас зовут, скажите? Александр Александр, вы? Ваша профессия до этого? Кто вы, что вы? Начальник слова контрразведки Контрразведка, да? У меня друзья есть много Объектах транспорта А, транспортные объекты О, я дружу с контрразведчиками Это все транспортные контрразведчики Руководители, да Все транспорты Понятно Сейчас вы, вот, мне интересно Такие люди уходят на пенсию или нет? Мы уже давно пенсионеры Давно пенсионеры А чем-то заниматься вы можете? Занимались, работали Работали в подразделениях транспорта После этого и до сих пор продолжают Я на пенсию спорта У меня, я знаю, бортник такой есть Тоже контрразведчик Мы с ними дружим И он занимается проектами интересными Пенсионерами, да? Вот, добрый день, а вас как зовут? Владимир Иванович Так, Владимир Иванович У вас столько медалей Ой-ой-ой Можно я вас подсыплю? Контактировали, а потом вот Скажите, пожалуйста, а все это за медали? Это вообще какая-то значок красивая Это ордена Ордена Нет, там один орден Значит Это медали Это не медали, это знаки Знаки Велксуны Значит, вы контрразведка, да? Да И вот это все вы получили за ваши достижения, как бы сказать, за работу, да? Да За работу и за Афганистан И за что? И за Афганистан А, еще и Афганистан Вы там были? Да Это же 100 лет назад было, простите Да Два года отслужил И воевали? Боже милости Половину накрат афганских Понятно Все понятно Это такой далекий год, это немыслимо Так, и вот еще То есть это вот все, ребята собрались с контрразведкой Ой, извините, здравствуйте Вы тоже контрразведка? Да Транспортная, да? Да Можно спросить, вот это вот знак, это же как называется? Это участник афганских событий А, то есть вы еще все афганцы? Все афганцы, да Все афганцы Где там Боря? Боря, видишь? Да Твои коллеги? Защитники Афганистана Афганистана И вы воевали? Ну, то есть боярки Твои с половиной года Кандагар Кандагар А сейчас как пенсионеры, да, вы, получается? Или все-таки вы хотите как-то действовать? Еще же есть пора в парагонницах? Я пока востребован, читаю лекции Востребован, а лекции Ну, лекции, это понятно Значит, ну и Можно вопрос такой, да Можно еще раз сказать, вас зовут, имя, отчество, фамилия? Ратников Борис Константинович Генерал-майор федеральной школы Баха Ратников, вот такая фамилия, Ратный, да? А как вы считаете, вот еще, вот эти ваши опыты, ваши силы Ну, ваши вот эти знания того Советского Союза Они еще могут быть вот востребованы Они могут быть, они нужны, чтобы быть востребованы Но, к сожалению, после развала Союза Потерялась преемственность поколений Да, это я знаю Если раньше приходили старые чекисты к нам Когда мы еще были молодые, обменивались опытом Мы пример с них брали Еще была Бельжев и так далее А теперь даже, я как-то, меня пригласили в московское управление Значит, обменяться опытом А меня на входе не пустили Хотя пропуск был Начальник управления сказал, что у ветеранов не пускать Вот и все Понятно То есть до такой степени, вас, образно говоря, как бы не востребованы? Конечно, конечно Опыт-то его никуда не денешь Тем более боевой опыт Они все только встречаются просто, чтобы друг друга вспомнить Однако, если я могу быть вам полезен А я вам могу быть полезен Потому что я занимался новыми технологиями Пси-технологии по охране президента И я за три года написал 28 книг по этой тематике Поэтому можно в интернете Там пять фильмов с моим участием документальных «Безда», «Сторг сознания», «Повелители душ», «Повелители тьмы» и так далее Интересная тема Надо этому человеку найти применение Нужно всем этим людям Они должны вступить в свою силу Нельзя терять опыт и рвать связь поколений Иначе ничего не будет У них за ними, за плечами, советские знания Огромницы, которые не имели опыта Огромники все это выбросить Нельзя Это неправильно И поэтому, конечно, эти люди каким-то образом должны найти применение Помимо книг Они должны как-то действовать Помимо передачи опыта Правильно И вот обращались уже и к руководству И сидят К Путину обращались В эту думу Что без наших ветеранов должен быть создан резерв Потому что время сейчас очень опасное И этот резерв вам всегда в порядке Итак, ветеранский резерв надо создавать сегодня Я думаю, что мы поддерживаем вас И попробуем продвинуть эту тему создания резерва Ветеранского резерва контрразведения Мы оперативные работники, короче, рабочие Работали, делали свое дело Не было никаких проблем А я такой не расстрой оперработник А уже не другой Вы должны выжить Самое главное Я, знаете, права у Михаила Петровича Сотова Такое интервью Он ушел, к сожалению Я ему говорила Вы не должны полететь И это будет разоруденный Уход ваш Нельзя это делать Нужно дожить до того времени Когда вот это вся вот смойка Уйдет И вы снова должны занять свое место И вот эти ветераны должны стоять Это первая часть А потом все остальные Вот Правильно вы говорите Смотрите Раньше вы в каждом районе В городе В городе В городе В городе В городе В городе Вот было на кого разняться А сейчас Государство Не может государство Без идеологии Существовать Идеология Должна быть Не алинотической А идеология Идеология Извините еще раз Вы генерал Как это? Генерал-майор Федеральность По охране Российской Федерации Генерал-майор Не востребован Опыт какой Сколько у него за плечами И он никого нет Это что это такое? Это как можно жить? Это что за страна такая? Надо же Надо же какое-то здесь Разумение Чтоб пришло Разумение тех Кто сегодня находится в правительстве Я призываю к ним Этот ролик Будет обращен к ним Посмотрите на это Пресер Таких много У меня требуется Образование Два из главы Пошли до них Можно Обменять Что-то Можно Не сказать Вы Вы Должны быть Введены В состав Новой Контрразведки Вы там Должны быть Посмотрите Приведи Боря Вот так Состав Огромный Конечно Потому что Вы Да Но Это Беспредел Закончится Все равно И вот Эти люди Что останутся Они будут все нужны У нас Одна планета Одна И за эту планету Отвечать нужно Все вместе И Время Подошло К тому Что необходимо По чьей-то Инициативе Организовывать Рабочую группу Международную На базе ООН Для разработки Доктрины Планетарной Безопасности Абсолютно точно И затягивать всех Под ответственность Потому что Сейчас идут И катастрофы И техногенные И Все Все Войны Все Поэтому Нужно Силы объединять Отдельно Мирок себе Никто не построит Никто Если сотрудники СРУ Сами согласились И Сказали Что вот Мы Должны вместе В этой книжке Красные линии Провести Вот Необходимость Создания Международные Международные Рабочие Группы Для разработки Доктрины Бланетарной Безопасности Потому что Нету Концепции Разбития Дальнейшей Планеты А здесь Было бы очень здорово Прекрасно И если бы С этой инициативой Выступила Россия Я писал Докладные Туда И когда Путин выступал На Генеральной Ассамблее Он мог бы Вот это и сказать Россия должна Это провозглашать Не американцы А мы В ответе За планету Вот Спасибо вам огромное Вам спасибо За правильное внимание Ну конечно А там же И мы будем продвигать Спасибо А иначе боль А иначе мрак Вместо сердца очи Вместо песни крик Нам придется встать И увидеть свет Славянской зари Нам придется встать И увидеть свет Славянской зари Субтитры создавал DimaTorzok